Всем привет, друзья! Сегодня будет тема такая Маточник защищен Часто пчелы разрезают маточники И это из журнала 1963 год Номер 7 Вы можете посмотреть На ютубе На форуме Я постараюсь поставить линки снизу Чтобы вы могли глянуть, если захотите Электронная версия И также линк поставлю Каталога, американского Вы можете кликнуть на него И можете посмотреть, что у нас Тут в Америке продается В Соединенных Штатах, какие вещи Может что-то вам понравится Или что-то скопируете Удачи вам! Итак, читаем, что это за статейка Я испытал много Многие способы смены маток Это называется статейка Маточник защищен И нашел Что наибольший процент приема молодых маток Получается от прививки Взрывых маточников По способу Филатова Журнал «Пчеловодство» Номер 2 За 57-й год Следует, однако, отметить Что высокий процент приема Молодых маток Может быть только в местностях Где в пору замены маток Бывает хороший взяток На эту тему уже было много Так сказать, информации Я уже зачитывал, что при взятке Можно просто маточник поставить И семья, занятая работая на взятке Практически в медовом корпусе Разрешается Ну, свыше 50% где-то Заменяется маток Часто так В таких условиях подсадить матку По этому способу удается Так, у нас же взяток слабый И продолжительный Слабый В таких условиях Подсадить матку По этому способу Удается не всегда То есть хуже принимается Пчелы не сильно заняты И они часто разрезают Частые случаи гибели Молодых маток Еще в маточниках Характерно, что маточники Оказываются прогрызенные Всегда сбоку Сами пчелы прогрызают Вот, потому что Им нет надобности Менять матку Читаем дальше Это и натолкнуло меня На мысль попробовать Предложить пчелам Маточники Защищенные с боков И сверху Металлической сеткой Результаты Произошли ожидания Сколько бы таких Маточников Я не помещал в улей Из всех Выходили матки Которые впоследствии Хорошо принимались Пчелы Для защиты Маточников Я пользовался Несколько Переоборудованной Клеточкой Титоа Взамен Нижней колодочки С кормовым отверстием Я сделал Отъемную колодочку Из мягкой древесины В которой Предварительно Просверлил Отверстие Диаметром В один сантиметр Зрелый маточник Я помещаю В это отверстие Таким образом Чтобы нижний Его конец Выходил наружу Не более чем На три миллиметра В таком виде Маточник Вместе с колодочкой Вставляю в клеточку Затем Помещаю ее В гнездо Пчел между рамками С печатным расплодом В 1962 году По этому способу Я заменил Восемь маток И все они были Приняты В двух семьях Молодые матки В течение месяца Работали вместе Со старыми Однажды мне пришлось Таким же образом Подсадить матку К семье С пчелами Трутоками Результат Был очень хороший Итак Сейчас я вам покажу Интересную Информацию Это Журнал Каталог Американский Мэн Лейк Я попробую Дать вам Линк Снизу Под видео Если вы захотите Можете кликнуть Посмотрите Что у нас Имеется здесь Пчеловодный Каталог А сейчас покажу Что у нас Какие вещи продаются Обратите внимание Верхняя Вот это вот Сюда вставляется Маточник Это Сбоку Два Два колочка Два калиночка Которые можно Вставить в сот А это Вот маточник Вот он Маточник Это вставится Между рамками Маточник Сверху вставляется И на рамки Вешается Вот это вот Который Вставляется Сбоку На любой В сот В любое место В соте Хоть сверху Хоть снизу Где душа Желает Где вам удобнее Два сорта Продается Вот такие вот Имеется много Других разновидностей Как говорится Пожалуйста Если у вас Будет желание Я попробую Сделать Линк Снизу Чтобы вы Кликнули И посмотрели На интернете Итак Друзья Еще немножко Прочитаю Интересные вопросы 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 Как всегда Возникают У всех Пчеловодов Первый вопрос Могут ли Из яиц Пчел Трутовок Вывестись Полноценные Трутни Ответ Если яйца Пчел Трутовок Отложены В трутневые Ячейки То из них Выведутся Нормальные Трутни В взрывом Возрасте Они могут Спариваться С матками Вопрос Пригодны ли Для спаривания С матками Перезимовавшие Прошлогодние Трутни Ответ В литературе Имеется Сообщение Пчеловодов О случаях Спаривания Маток Ранней Весной Когда на Пасеке Есть только Перезимовавшие Трутни Однако Этот вопрос Нельзя считать Окончательно Выясненным При исследовании Перезимовавших Трутни В институте Пчеловодства У них Не обнаружили Сперматозоидов То есть Это Так сказать Палка О двух концах Матки Спариваются А сперматозоидов Трутнях Не нашли Откуда Это все Произошло Вопрос Стоит То есть Возможно Что Где-то Что-то Тут Была Недоработка Так как Матки После этого Спаривания Начинают Складывать Яйца Вопрос В семье Заложившие Роевые Маточники Я наблюдал Своеобразный Танец На матке Пчела Взобравшись На матку Быстро Влияла Брюшком Виляла Брюшком Некоторые Пчелы Пытались Подлезть Под матку Что это За танцы Ответ Танцы На матке Которые Вы наблюдали Хорошо Известны Впервые Они были Обнаружены В семье Готовишься К раению Описаны Еще Губером В 1791 Году В более Позднее Время Их Описал Таранов В 1946 Год Такого Рода Танцы Пчелы Выполняют На матках В дни Предшествующие Их Вылету Сроя Наблюдали Их Также На молодых Матках Перед Их Вылетом На Спаривание И на Старых Матках Перед Слетом Семьи Из этого Можно Заключить Что Танцы На матках Служат Своеобразным Сигналом К Предшествующему Вылету Маток Из Улья Вопрос Могут Лепчелы Одной И той Же Породы На Одной Паске Быть Различной Величины Ответ Пчелы Разных Семей Одной Пасеки Могут Различаться По Величине Но Эти Отличия Небольшие И Заметить Их Можно Хорошо Под Микроскопом При Недостаточном Питании Например При Отсутстве Свежей Пыльцы Или При Вращении В слабых Семях Выводятся Менее Крупные Пчелы Влияют На Размер Пчелы Также Условия Температуры И Влажность В Старых Сотах С мелкими Ячейками Пчелы Выводятся Мельче Чем Свеже Отстроенных Сотах Величина Тела Пчел Изменяется И В течение Сезона Летные Пчелы Крупнее Весенних И К осени Их Величина Снова Уменьшается Крупные Пчелы Более Продуктивны Чем Мелкие Поэтому Надо Содержать Сильные Семьи На Светло Коричневых Сотах С Большими Запасами Корма Ульи Вопрос Улевой Подмор Я внес Теплую Комнату Каково Было Мое Изумление Когда Пчелы Почти Все Ожили У них На Хоботках Выделились Капельки Жидкости Почему Ожили Пчелы Ответ Пчелы Как и Другие Насекомые Обладают Способностью Переносить Низкие Температуры В это Время Они Полностью Теряют Подвижность И кажутся Мертвыми На самом же деле В организме Пчел Продолжается Очень Замедленный Процесс Обмена Веществ Многие Насекомые В замерзшем Состоянии Переносят Всю Зиму Пчелы Свободно Переносят Снижение Температуры До 0 Градусов А часть Пчел Оживает Даже После Снижения Температуры До Минус 10 Градусов Мороза При Постепенном Повышении Температуры Пчелы Вновь Возвращаются К активной Жизни Низкие Температуры Они Переносят Только При Наличии Меда В зобиках Капельки Жидкости Которые Вы Видели У оживших Пчел Это И есть Мед Выступивший Из Их Зобиков Вопрос Я Читал Что Существуют Способы Создания Семей С Несколькими Матками Используются Ли Такие Семьи В Настоящее Время В желоводной Литературе Способы Создания И содержания Многоматочных Семей Весьма Интересны Но Они Пока Что Не Имеют Какого Либо Производственного Значения Удается Добиться Сожительства Главным Образом Старых Маток Молодых Жив Полноценные Матки Уживаются С Очень Большим Трудом Часто Эта Работа Требует Большого Труда Не Дает Положительных Результатов Далее Совместная Жизнь Маток Ограничивается Лишь Летним Переводом К осени Или зимой В семье Чаще всего Остается Только Одна Матка Поэтому Практики Используют Дополнительных Маток Более Надежным Способом Отделяют От семьи Отводки Которые Отгораживают Сплошной Перегородкой От основной Семьи Еще Интересный Вопрос При Объединении Семей Я наблюдал Ули кучку Пчел Внутри Которая Оказалась Матка Я полагаю Что таким Способом Пчелы Охраняют Свою Матку От других Пчел Враждебно К ней Настроенных Не Всегда Так У пчел Нормальной Семьи С маткой Существует Инстинкт Нетерпимости Ко всем Другим Маткам Которые Попадают В их Гнездо Но Такую Чужую Матку Пчелы Очень редко Жалят Чаще всего Они ее Берут В клубок То есть Охватывают Плотным Кольцом Со всех Сторон Пребывание Матки В течение Одних Или Двух Суток В таком Клубке Заканчивается Ее гибелью Если На соте Или на дне Уля Во время Осмотра Незда Обнаружится Такой Клубок Пчел То Осторожно Разогнав Пчел Дымом Можно Увидеть В середине Обессилевшую Матку Такую Матку Необходимо Сразу Отобрать Из Уля Или Поместить Клеточку С кормом Так как Иначе Она Погибнет Вот Такие Ответы Друзья Возьмите Во внимание Ставьте Лайки Подписывайтесь Смотрите Мои Видео Удачи Вам До Встречи Не Забудьте Сказать До Свидания